Привет! С вами снова я, Марк, и это мой очередной влог. Неделю я отсутствовал, был в Сочи на каникулах. Сейчас я приехал, ну, как обычно, после Сочи немного заболел. Сейчас немного лечусь, и у меня много времени, чтобы снимать ролики. Давайте сразу скажу, что следующий видеообзор будет на Глина Ликова. Уже подготовил коробочку, там, штатив, камеру зарядил. Сейчас покажу со светом. У меня новая лампа. Про неё расскажу. По постройке Волкин Вороботс. Она уже готова. Уже скоро выпущу тоже видео с конечной постройкой. И буду строить, как обещал, замок, либо Скайрифт. Пока подумаю точно. Как вы уже видели, давайте перейдём к лампе. Как вы уже видели в моей группе ВКонтакте, кто подписан, я выложил некоторые фото с новой лампой, которая у меня появилась. Так вот она выглядит. Подключается к сети. Она на магнитах. Она крутится, так вертится. И она на магните. То есть она может вставляться на вот такой же штифт. Вот. Крутится. Я её могу переставить вбок. Могу её между собой крутить. Поворачивать куда угодно. Опустить на какое-либо расстояние. И также ещё прикол в том, здесь есть пульт. Нажимаю. Она включается. Яркая. И могу её сделать тусклее. Вот сейчас свет сделался тусклее. И сейчас опять я зажимаю. И свет делается ярче. Ну, вам это не увидите. Именно мне видно. Так. Вот такая вот лампа. Мне даже если близко поднесу, будут пятна. Чёрные полоски вот пошли. Так как телефон не может передать яркость всей этой лампы. Достаточно прикольная. То есть я могу подносить её, снимать с помощью неё. Просовывать, допустим, сюда камеру. И как вы видите, вот детальки без... Ну, и детальки с ней. То есть освещает хорошо. Камера, точнее, даже не может передать такой свет. Именно камера, но в телефон. Но камера автоаппарата вроде нормально передаёт. Всё супер круто. Новая лампа. Купил её там по скидке. Она на самом деле очень дорогая. Так как это не профессиональная какая-то лампа для съёмок. Это обычная просто там с крутого магазина лампа настольная. Но я её буду использовать в качестве съёмок. Так я её могу установить на какую-либо высоту. Повернуть. Вставить сюда камеру. Вот так это будет выглядеть. И она будет круто снимать. Освещая хорошо, например, лицо. Или какую-нибудь, например, мини-фигурку. Как видите, вот. Мини-фигурка освещена. Но надо, естественно, правильно установить. Она сейчас сильно даже переосвещена. Ну, то есть, как вы видите, очень сильно яркий и классный свет. Немного отдаёт ему желтизной. Так как, ещё раз говорю, это не профессиональная. Просто обычная настольная лампа. Но выглядит она очень круто. Помните, у меня ещё была лампа Grip. Она не настолько яркая, как эта. Но, тоже я её оставлю для света. Так, ещё не сказал. Лампа это, да, дорогая. Поэтому, кто хочет спрашивать, там, сколько она стоит. Сразу скажу, она стоит 28 тысяч. И смысла вам копить на её, мне кажется, нету. Это так, я по скидке взял. И то, потому что я её очень сильно хотел. Она подходит под мой дизайн моей квартиры. Выключается всё с пультика, включается. Бах, выключилась. Ещё раз нажал и она включилась. Крутая лампа. Буду сейчас снимать. Ну, в принципе, пока что всё. Там, и у меня ещё вот вещи мои не разобраны все с Сочи. И здесь также наборчики, детальки, наборчики, которые я так в кучу свалил, чтобы был немного порядок, перестала сюда башню Мстителей. Смотрится она здесь достаточно прикольно. Здесь КСО. КС2, К2СО. Ну, и коробки надо все будет перебрать, некоторые повыкидывать. Ещё будет влог также на цвета новый. Ну, в принципе, пока это всё. Коротенькое такое вступление. То, что я снова перехожу к работе. Будут много видео. Ждите. С вами был Ямарок Легобоев. Всем спасибо большое за просмотр и пока!